Сегодня мы поговорим на очень интересную тему. У нас в гостях Розенов Дмитрий Иванович. Для тех, кто не знает, а, наверное, никто не знает, практически это старейший слушатель Школы Здравого Смысла. Он был с нами еще 10 лет назад и даже, по-моему, больше. Но потом большие дела, и его отвлекли, и вот он опять с нами. Тема очень интересная и заключается в следующем. По ощущениям, у России появляется около 20 лет, когда Западу будет не до нас, и они будут решать свои внутренние проблемы. Потому что у них, вы знаете, что происходит. И, соответственно, мы хотели поговорить, как России, как нам всем лучше всего использовать вот этих два десятка лет. Пусть у нас пока в разговоре будет 20 лет. Вот как использовать лучше всего, чтобы, когда Запад придет в себя, безусловно, он не оставит нас в покое. Потому что, потому, вы прекрасно это понимаете, чтобы мы были во всеоружии и, соответственно, злодеем со всей революционной прямотой ответили во всеоружии. Дмитрий Иванович, вам слово. Что делать? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Приветствую всей души. Короче, сразу берем показы рога. По пророчествам старцев у России в предконечные времена на короткое время будет белый царь, будет расцвет, и весь мир будет свои души спасать в России. Такие пророчества есть. Порочества очень давние, старые, еще, по-моему, дореволюционные. Чуть ли не Серафим Форокский эти пророчества, так сказать, изрекал. Плюс у нас сейчас есть совершенно, на мой взгляд, гениальный абсолютно прогнозистый аналитик Михаил Леонидович Хазин, который еще в 2003 году выпустил книжку «Закат империи доллара» и «Конец пакса Американо». Я эту книжку тогда и прочитал в 2003 году. Она, в общем-то, меня поразила своей логикой. И, соответственно, я вот с тех пор начал следить за развитием экономической и международной ситуации. И с каждым годом убеждался в том, что Хазин прав, что еще 20 лет назад он очень-очень исчерпывающе, логично описал то, что сейчас происходит и то, что сейчас входит в острую фазу. Так вот, по мнению Михаила Леонидовича Хазина, как раз у России запас ускоренного роста в случае резкого изменения международной финансо-экономической ситуации составляет 20-25 лет. Грубо говоря, накопленного, отложенного спроса при достаточном финансировании и грамотном управлении этого ресурса будет достаточно на 20-25 лет, и темпы роста могут составить 10-12%. То есть это, грубо говоря, рост, сопоставимый с 30-ми годами сталинского периода, только более резкий и более продолжительный. В общем, по мнению Хазина, даже без каких-то особых гениальных управленческих ходов у России есть очень хороший шанс, если не совершать грубых ошибок, сделать вот этот самый рост. Ну, соответственно, исходя из этого, исходя из того, что Хазин, на мой взгляд, наиболее точный прогнозист, исходя из того, что у нас есть корочество, можно предполагать, что действительно так у нас все и будет. То, что Запад сливается, то, что Запад слабеет, на мой взгляд, ни у кого не вызывает сомнений. Бегство американцев из Афганистана, совершенно скандальное бегство, всему миру показало, что дело на Западе плохо, очень нехорошо. Ситуация в Западной Европе сейчас абсурдна по многим позициям. Если мы послушаем Михаила Леонидовича Хазина, он предполагает вообще нарастание, катастрофическое нарастание проблем на Западе и более острое, чем это было в период Великой депрессии 29-32 года. То есть, если тогда было падение ВВП на 30%, то сейчас ожидается на 50-55. Это страшнейшие катастрофические потрясения. Ну, грубо говоря, исходя из всего этого, получается так, что у нас действительно намечается резкий, достаточно продолжительный рост на фоне катастрофического падения наших оппонентов. Ну, соответственно, возникает вопрос, что будет дальше, что будет после того, как будет исчерпан ресурс вот этого самого роста, и что будет после того, когда наши геополитические противники опомнятся, придут в себя, переварят свои проблемы, залижут свои раны и смогут, опять же, обратить внимание на Россию. Понятно, что Россия для них смертельный враг, смертельный конкурент. То, что не удалось сделать во время пересройки, на мой взгляд, Запад совершил большую-большую ошибку, что не добил Россию, хотя, возможно, у него просто не было объективной возможности на это. Но в любом случае, следующая попытка, не исключая, думаю, что должна быть более решительной. Более решительной, чем это было в 1991 году. Опыт у западных элит колоссальный по деструктивной деятельности, по борьбе с Россией. Элиты у них, в отличие от России, живут в непрерывной традиции. Многие сотни лет взять ту же самую Британию. Аналитическая мысль работает великолепно. И то, что они нас обыграют через 25 лет, вот в этом у меня, честно говоря, нет. Нет больших сомнений. Я практически в этом убежден, что следующий удар будет смертельным. И, на мой взгляд, исходя из этого, Россия имеет смысл работать на опережение. И использовать эти самые 25 лет на упреждающие действия. В общем-то, это весь смысл той короткой статьи, которую я написал. Ну, у меня сразу возникает вопрос. Откуда такая уверенность, что следующий удар будет для России смертельным? Это что, Россия, интересно, тысячелетия существовала, существовала. И через 25 лет тут какие-то злодеи нападут. И все, и больше России не будет. Откуда такая уверенность? Ну, это я, конечно, гущаю краски. И на самом деле я совершенно в этом не уверен, что Россия погибнет от следующего удара. Но надеяться надо на лучшее, а рассчитывать стоит на худшее. Рассчитывать стоит на то, что удар будет действительно смертельным. И соответственно к этому надо относиться. Следующий вопрос. Вот я услышал о том, что нам ближайшие 20-25 лет нужно было потратить на то, чтобы подготовиться к следующему удару и, соответственно, его выдержать. А если взять и поставить все-таки впереди ложки, а не телегу? Вот сейчас Запад падает. Помочь им так упасть, чтобы они вообще никогда уже больше не встали. И, соответственно, у них не то, чтобы вообще о них никогда больше не услышали. Чтобы Россия была в гордом одиночестве. Может, в эту сторону есть смысл подумать? Это оптимальный. Это оптимальный, на мой взгляд, ход. Но другое дело, что на это... Я ведь не владею исчерпывающей информацией о геополитической обстановке. Я могу только предполагать какие-то тренды. А насколько можно нанести вот такой смертельный удар, я не знаю. Может быть, это объективно невозможно, это первое. А второе, возможно, подобный удар будет связан с таким количеством жертв среди мирного населения, что православные христиане просто не могут себе этого позволить. Этого тоже не исключают. Ну, я имел в виду не какой-то военный удар. Там же можно придумать и что-то другое. И по поводу Хайзина. Хайзин, когда в 2003 году писал вот эту книгу, о которой сейчас ты упомянул, после этого... Это было очень давно. Это прошло уже сколько? Уже 18 лет. Сейчас его виднее. Кстати, он одним из первых озвучил, что мир делится, будет делиться и очень похоже, что сейчас это и происходит на несколько макрорегионов. Там 5-6 макрорегионов. То есть будет зона русского мира, там зона китайского условного мира, там Северная Америка. А что такое мир поделится на макрорегионы? То есть какие-то должны быть границы. Границы для чего? Но границы, они понятны для трех вещей. Через границы просто так не должны перемещаться люди, товары и деньги. Что мы сейчас видим? Вот эта вот пандемия раздутая, похоже, она для этого и создана. И чтобы мир поделился на макрорегионы. Посмотрите, люди уже из зоны в зону не ездят, потому что у каждого свои вакцины, которые не признаются, так сказать, в других зонах. Товары, посмотрите, что сейчас творится на этих таможенных постах с той же самой Прибалтикой, с Европой. Там такие, в очередь, товары ни в одну сторону, ни в другую не идут. И деньги, кстати, все хуже и хуже и хуже ходят. Вот из Саудовской Аравии перевезти деньги в Россию практически невозможно. И наоборот. Вот поэтому, если там мир поделится на макрорегионы, но мы будем жить в своей зоне и плевать нам этих злодеев, пусть они там... Я думаю, что не отсидимся. И вот, конечно, безусловно, будет период определенной стабильности на какое-то время, но потом эти зоны объективно начнут конкурировать. Точно так же, как государства соседние в любом случае начинают конкурировать между собой, по-другому не получается. Точно так же эти зоны будут конкурировать. Я думаю, что здесь вечные времена покоя мы не обретем, на мой взгляд. Ну, посмотрим. Посмотрим, как там оно будет. В любом случае, время, в котором мы живем, интересное. В любом случае, оно динамичное, неспокойное. Даже, наоборот, беспокойное. А по поводу предсказаний старцев, ну, что здесь можно сказать? Можно сказать о том, что это больное место всех этих старцев, которые пророчествовали. Потому что в Евангелии что написано? Что о временах и сроках знает только Отец. Бог Отец, да. А никому из этих старцев не дано знать будущее. Как, впрочем, всем людям не дано знать будущее. Они слышат раскаты грома, безусловно. А будет гроза или нет, они не знают. Это от них тоже скрыто. Ну, а как там будет на самом деле, посмотрим. Я думаю, Россия, она бессмертна. И лично мое мнение, оно диаметрально противоположно. Что 21 век – это век России. И она будет вообще в гордом одиночестве на высоте Олимпа сидеть. Дмитрий Иванович. Да, да. Я это согласен. Конечно, современной сроки знать мы не можем. Знает только Господь Бог. Это в Писании об этом четко написано. Вот. Дай Бог, чтобы у нас были впереди столетия процветания. Но лучше готовиться к худшему и подстелить соломки. Конечно, да. Это уже народная мудрость. Все правильно. Готовимся к худшему, надеемся на лучшее. Большое спасибо, что нашел время для нас. Мы рады тому возврату, возвращению в Школу здравосмысла. Вот. Читаем. Теперь будем еще и видеть, и слушать. Спасибо. С Новым годом. С Новым годом. Рад был видеть. С Новым годом.